Моя коллега Ирина Швага окунулась в бездну классической музыки, а другой наш корреспондент Денис Денисов в бездну экстрима. В прямом смысле слова он прыгнул в ущелье с высоты 270 метров. Но не стоит за него переживать, наша сумочная группа начала свое новое путешествие по самым необычным местам Краснодарского края. Вместе с оператором Валерием Чащином они побывали в парке, который побил несколько рекордов Гиннеса. Подробности смотрите в первой серии проекта «Место по солнцам». Момент, когда вопль ужаса превращается в крики радости в скайпарке, обычно не слышат. Он наступает, когда ты уже висишь над пропастью. И пока в целом Сочи довольно пусто, парк приключений на высоте скайпарк уже полон туристов. В скайпарке я был ровно год назад. Тогда я прыгнул с высоты 69 метров. В этот раз я хочу побить собственный рекорд и прыгнуть с высоты 207 метров. Ну, для начала нужно зарегистрироваться. Здравствуйте. Добрый день. Ну куда? На Банжи 207. Удовольствие это не дешевое. Прыжок на 207 метров стоит 17 тысяч рублей. Помимо Банжи джампинга есть самые высокие качели в мире. 170 метров над пропастью. Все, конечно, под присмотром профессионалов. Вот мне дали билет. С ним нужно дойти до середины моста, откуда я и буду прыгать. На руке написали мой вес, его необходимо сообщить специалистам, для того, чтобы они правильно рассчитали натяжение от арзанки, для того, чтобы мое путешествие закончилось хорошо. Скайпарк открылся два года назад. Дмитрий Федин привез банджи джампинг из Новой Зеландии. Там над ущельем висела корзина, из которой люди и прыгали. Но высоты Ахштырского ущелья побудили на конструкторский подвиг. Когда начали проектировать здесь уже в Сочи, столкнулись с серьезными сложностями в размере долины. Мне все оказалось не так просто. И в результате это переросло не просто в место, где можно прыгнуть, а в место, где можно прийти и провести целый день. Здесь постоянно открываются новые высотные аттракционы. Но главная достопримечательность – мост Скайбридж. Я сейчас иду по самому длинному подвесному пешеходному мосту в мире. Его длина 439 метров. Он закреплен на 8 параллельных тросах. Мосту не страшны 9-бальные землетрясения и ураганные ветры. В общем, это настоящий инженерный шедевр. С каждым шагом решимости все меньше. На лицах даже бывалых джамперов порой проглядывается ужас. Но деньги назад не возвращают. Несмотря на то, что нечто подобное я уже делал, мне до сих пор немножко страшно. Внизу 207 метров и руки немного дрожат. Ну, отступать уже некуда. Как прыгаем? Прыгаем. Я вас выбил на самый краю. На краю мы стоим. Я вас держу, но не толкаю. Никого не толкаю. Чем ближе, тем страшнее становится. Выше только в Макао. При этом разница лишь в паре десятков метров. Сразу чувствуешь исключительность момента. Три, два, один, давай. Несколько секунд вмещают тонны ужаса, интереса, адреналина, восторга и свободы. Когда под ногами появляется твердая поверхность, долго не можешь прийти в себя. Цвета становится ярче, а воздух свежее. Отличный старт для большого путешествия. Ну, и вот она, обратная сторона Аштырского ущелья. Вот не могу понять, здесь действительно так жарко или до сих пор не могу отойти от прыжка. Вид здесь открывается просто замечательный. Скалы, деревья. Такое, наверное, можно увидеть только в Сочи. Денис Денисов, Валерий Чащин, 7 канал, из Сочи.